Разноцветные воздушные шары и приветственные плакаты, аплодисменты и слезы радости и непередаваемое счастье встречи с живыми и невредимыми близкими, вернувшимися из необъявленной войны на Донбассе. Во вторник на Думской площади родственники и друзья встречали украинских военных 18-го батальона территориальной обороны. Демобилизованные бойцы – офицерский состав среднего звена. Они последними покинули зону боевых действий в районе Мариуполя и вернулись домой в Одессу. Жены и дети офицеров не скрывают эмоций. Естественно, радость испытываем, что вернулся, наконец выполнил свой долг. Надеемся на самое лучшее, надеемся, что наконец-то в нашей стране будет мир, спокойствие и спасибо им большое за то, что они все сделали для нас. Уже не чувствую переживания. Переживания были раньше, сейчас я чувствую настоящее облегчение, что он наконец вернулся. Каждый день оповещал нас о том, как у него обстановка, и мы вместе с ним каждый взрыв переживали. Военнослужащие также не скрывают радости от возвращения к родным семьям и надеются, что эта демобилизация окончательная. Переживания просто непередаваемые. Я не был 7 месяцев дома, вот мы и трое детей стоят, и многодетный отец вот ждут меня, и я вернулся, слава богу, живым. Детки меня вот ждут. Есть надежда, что мы, ну, как говорится, выполнили честно, застоимся своей задачей. А в будущем, как приказ, так мы сразу на защиту своей родины, не иначе. Рассказали демобилизованные бойцы 18-го батальона о своей службе в АТО и об обстановке в районе Мариуполя. Строятся линии обороны, укрепления, то есть работы продолжаются по укреплению обороны Мариуполя. Я думаю, что опасности прорыва этой обороны на сегодняшний день не существует. Поблагодарил демобилизованных бойцов за исполнение воинского долга и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Хочу вам сказать огромное спасибо также. И думаю, что ваш опыт, опыт проведенных в зоне боевых действий, сегодня как и когда нужен Одесса. Сегодня Одесса объединяется. Я еще раз хочу поблагодарить вас за выполнение боевого долга. А для плодотворной работы по решению всех вопросов, связанных с мирной жизнью бойцов АТО, заявил городской голова, при городском совете будет создан комитет объединения военнослужащих.